Сочинцы жаловались на валяющихся на улицах пьяных людей. Особенно их количество увеличивается в сезон. Для курорта мирового уровня это недопустимо, считают горожане. И вот решение о строительстве вытрезвителя принято. Еще одна традиционная тема любого схода граждан – проблемы ЖКХ. Жалобы жителей КСМ на плохую уборку улиц и состояние ливневок. Что касается последнего, власти города обратили внимание сочинцев на то, что забит коллектор в основном бытовым мусором. Андрей Викторович, вам поручение буквально завтра вместе с представителем МОП «Водосток» выехать и посмотреть, что там нужно делать. Теперь организуйте, в том числе и жителей, потому что мы везде это делаем субботниками. Работа Сочи-Водоканала стала еще одной темой обсуждения на сходе. Высокий тариф и плохое качество обслуживания, невыполнение инвестиционных программ – только часть претензий сочинцев к коммунальному предприятию. Поэтому, считают жители и КСМ, и других микрорайонов курорта, договор с Сочи-Водоканалом необходимо расторгнуть. Сейчас работает департамент ЖКХ «Края», который делает оценку, а как эксплуатировалось наше имущество. После того, если департамент «Края» действительно подтвердит, что имущество использовалось неэффективно, что оно испорчено, у нас будет основание подать в суд и в судебном порядке расторгнуть этот договор. Говорили на встрече и о предстоящих выборах, точнее, об агитационных материалах, которые расклеивают в неположенных местах. Чтобы решить эту проблему, в частности, в Центральном районе уже сегодня утвердят список мест, где установят щиты, на которых кандидаты будут иметь право размещать свою информацию. Галина Захарова, телекомпания ФКТ